Земля цвета повернет во тьму Так, вот это вот уже Последние, наверное, осталось 4 минуты Секрет, это я опять скопирую Хочешь урожай, ветку наклоняй Вот это я узнаю в 19 век Иногда здоровые сильные яблони Подкармливают, защищают Упорно откажется плодить Мозгов нет, что у деревьев Это не касается всех привитых деревьев Они привиты, они должны вырасти Причина может скрыться в неправильной крови Вот эту водку уже не могу Поменять ориентацию роста на горизонтальную Вот я пишу Никогда Вот так родилась научная садовольство Смотрите, только не смейтесь Вот Сейчас я даже не буду показывать Кто-то догадается Я даже не буду показывать книгу Я прочитаю только регалии Человек, который это печатал Доктор, сельхознаук, профессор, академик, ран Заслуженный деятель науки Общепризнанный в СНГ учёный-селекционер 53 сорта яблони, 16 сортов груш За разработкой притворения золотая медаль Там-там-там-там-там Всё Видели? Вот так, если поподробнее не вникать Таких на любом дереве, в котором 5-10 лет Уже сотни Но Чтобы напечатать эту книгу Получить свои деньги А он селекционер Вот в это нахрен он лезь-то Чтобы тут книга была толще 70 с лишним соавторов То есть те, на кого ссылается Сколько там своё-то? И вот у одного из них он взял Вот это вот Вот распорка Вот теперь, видите, она оказывается горизонтальная Её надо вот так Внимание Вот распорка Теперь надо вот так И когда я вот это начал считать Что силу роста можно регулировать Конечно, они обрежутся Лучие обрезки Только нахрена это делать-то? Ведь не поленился же А это вообще видеть не могу Ну хоть чёрт, эти раны Ведь страшнейшая рана Хоть вот правильная рана Вот неправильная рана Вот правильно рана Вот неправильная рана Хорошо зарастает Вот Зарастает Деревья губим миллионы И дальше я пишу Это последняя на сегодня Именно ветки груш А ведь это же книга Груши Сейчас название То сейчас скажу Груша Селекции сорта Великолепный селекционер Ну чего ты лезешь-то В агротехнику Просто учишься Тут же это Херней заниматься Вот это вот Это что, не херня? Личная страница зато Теперь, значит, академик Вот это вот груша У него в руках Я специально подобрал Я не собрался рекламировать Кстати, вот этот, по-моему Торчит корень, да? И мне кажется Вот это корень Вот он, стержевой корень, да? А вот это вот груша Это двухлетка Посмотрите, как расположены Эти самые Когда он будет продавать Он вот здесь отрежет Оставит эту треть От второго яруса Вот это первый ярус Так? А вот это второй ярус Вот этого И он вот так отрежет Корень Ну, это самое Конечно Выкопать такую яру Сложно было Чтобы корень был вертикальный Но это уже Головная боль покупателя Основная масса корней Тут сосредоточена После обрезки Он прекрасно приживется И что? Начинаем вот это делать А теперь смотрите сюда Уже заканчиваю, ребята Это учеба Я не могу по-другому Вот Я не академик Я металлург Смотрите Вот это вот Левая сторона Дерево Вот это вот Вот так вот Вот Кстати, что-то надо Крупнее надо делать Вот так А левая сторона Видите? Шикарнейшая груша Вкусные А вот это правая сторона Вот эта ветка Оторвалась И с той стороны Оторвалась А теперь смотрите Когда я делал фотографию С той стороны Видите? Внимание Там на тех не видно Перед этим Пару лет До того Ну года три назад До этого беды Рухнула вот эта ветка Ну я конечно Лечить не стал Только этим самым Покрасиваю все это Голову древесину Покрасиваю все Сама вылечилась Но Она стала хрупкая Просто стала хрупкая Да и возраст уже Посмотрите Какой она возраст Это третья сторона Это уже после Падения Это была осень Видите? Вот И Сейчас вот есть дата Секундочку Ага, есть Вот 21 год Наступила зима А нет Это уже Все-все Это уже весной Апрель То есть В двадцатом году Рухнула То до этого Была одна С той стороны Рану Одна ветка Вторая И наконец Это уже О нет И третья ветка Все Теперь внимание Для чего это показано О Сейчас поменьше Делаю Все, внимание После всего этого Ну тут Отпилил Тут отпилил Вот теперь Она такая Есть Это уже весна Этого года Она жива Здорово На ней уже цветы Вот На этих волчках Я не сфотографировал Дурак На этих волчках Уже цветы есть Ну ладно Еще не поздно И потом Если Она сейчас цветет Если не забуду Сфотографировать Вот это Практически Вертикальной ветке И есть Историческая И Природная Форма Груши И ее Академик Об этом Не знает Вот Сергей Что Нарочно Вверх Как у него Видите Вот тут Вот он Он же Подвязывал Что ли Чтобы она Вверх торчала Ему больше Заняться Нечем Она и так Вверх торчит Это естественная Форма И вот это Естественная Форма И восстанавливать Она крона Будет только так Понимаете Вот Только так А академик Этого не знал И учит Всяким глупостям Это натуральные глупости Взять Отгибать ветку У нее Ветка Вот которую Он пытается Отогнуть Вот видите Распорки Придумал Конечно Сам представляем Других авторов Это же не его Вы думаете Он первый Это вот Это вот Я еще Увидел 20 раз Ну вот Зачем Надо заморачиваться Лишняя страница Написана И даже Обоснована А то Что груша Главная Задача Не дать Чтобы вода Текла По штамбу Это ее важнейшее Занятие Почему Потому что Она настолько В самых сухих местах Ее природой Предназначено жить Это я догадался Извините Не читал Стоит попасть Только чуть Где сырее Вот видите Тут проветривания Тут ямка небольшая И все И пропало дерево Это мое дерево Я на этом учился А вот это Вот сейчас Да Время вышло Вот Я еще хотел Подобрать фотографию Где наоборот Вы посмотрите Бывает растение Которым Сам Бог Велел Чтобы Листья Собирали влагу Вот тут Я ничего не придумал Это я поливал Поэтому Еще раз Господа Академики Не лезьте вы В природу Она без вас О себе Раззаботится Если бы Не это самое Вот Вот это Рана страшная Вот это Все равно Как бы ни было А еще Кстати Щетко бы Пройтись Ой Извиняюсь Это Дело в том Что Ну может быть 25 лет Для нее Это и предел Может быть Да Это и предел В жизни Потому что Это Сибирь Дикая Но сколько Она могла Сколько могла Видите Столько Она радовала Давала Такие урожаи Я еще портил Тем Что у нее было Пять сортов А привал Десять А потом Стало на два Меньше Потом еще На один Меньше Еще Это дерево Сад Есть фотографии Поэтапные Как это Случалось И наконец Еще Будешь Жить Ну только Пожалуйста Если у вас Такое Случится Не отгибайте В эти ветки Вот умоляю вас Ее задача Эти ветки Спасти штамп И они Плодоносят Прекрасно Ах они Жируют Ах они Не плодоносят Да прекрасно Плодоносят Я вам целый Вебинар Полвебинара Посвятил Этому Вспоминайте Прекрасное Плодоносят На практически Вертикальных Ветках Еще Проживет Почему Если Вот эти Вот Не замазывать Не заделывать Тем более Этим дерьмом Коровьем Она еще Долго Долго Будет жить Ну что Все Сильно Много Темирязвики Посвятил Ладно Про корни Поговорим Про такие Поговорим Корни Про такие И про то Как это Самое Все Пока Все Мы прощаемся На 5 минут А пока Мы переходим В раздел Который Называется Вопросы И ответы